Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает очень интересная, очень нужная, очень познавательная программа, которая называется «Странички истории». Один из очень известных философов сказал, «Те, которые не знают историю, обречены на ее повторение». Поэтому давайте послушаем этот интереснейший рассказ автора программы «Странички истории» Яна Йоффе, который у нас на связи. Ильяна, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Человеческая история так велика, так обширна, что любую нашу передачу можно начинать со слов «в этот месяц», «в эту неделю», «в этот день», а глядя на экран компьютера или смарт-телефона, можно долго перечислять события одного часа. На чем же остановиться? Что освежить в памяти? 16 июля 1961 года один из величайших артистов балета, Рудольф Нуриев, совершил самый длинный прыжок. Когда агенты КГБ подталкивали его в парижском аэропорту Бурже идти на посадку в самолет Париж-Москва, он прыгнул через весь зал к французскому полицейскому с криком «защитите меня». Его отвезли в отделение милиции, где он и попросил политическое убежище. Это был грандиозный скандал. А вот 17 июня 1775 года состоялось второе сражение американской революции в местечко Бункер-Хилл. Это немного севернее Бостона. И хотя патриоты проиграли, но они одержали моральную победу, которая и воодушевила их на продолжение борьбы. В этом сражении американцы потеряли 400 человек, а Британия – 1000 солдат. Кстати, скоро 4 июля, так что мы о американской революции поговорим подробнее. Сегодня можно отметить еще не круглую, но знаменательную дату, решившую судьбу Европы на следующее столетие. 18 июня 1815 года британская прусская армия под командованием герцога Веллингтона и маршала Блюхера нанесли поражение Наполеону в кровавом сражении при Ватерло. Эпоха владычества Наполеона закончилась. Вообще, раньше люди верили, что все секреты не будут раскрыты до последнего судного дня, когда откроются могилы и языки умерших заговорят. Сколько же тогда мы узнаем с вами тайных заговоров, договоров, убийств, интриг? Теперь все изменилось. Кажется, что это время последних дней человечества уже пришло. Публикуются мемуары, архивы КГБ, секреты ЦК, пресса, все глянцевые журналы, всякие Асанжи, Стоуны, Викиликс, все эти бывшие разведчики, все что-то открывают. Секреты некоторые давно уже покрылись пресенью. Вдруг оказались совершенно голыми. Существует несколько версий этого феномена. Распад Советского Союза впервые открыл форточку наглых запечатанных комнат. Ну, конечно, до открытых дверей еще далеко. А тут еще и интернет. Враг всех секретов. Появились уже любители рассказывать, показывать, доказывать, перемешивая частицу правды с грудой лжи. Всемирная паутина интернета, где проживают любители, фанатики, посматривающие в замочную скважину, одиночки, одиночные крестоносцы, обиженные, разочарованные, выгнанные с работы, с удовольствием делятся своими слухами, секретами, фантазиями, иногда подписываются подлинными именами, иногда скрываются с замазкой анонимности. В старые времена секреты знали несколько человек, ну, в лучшем случае, десяток. Теперь секреты, размещенные на веб-сайнах, мгновенно могут достичь миллиона людей. Добавьте миллиарды всяких телефонов с фотокамерами, которые все снимают, все видят и спешат поделиться со всеми увиденным. Еще один фактор, глубоко укоренившийся в культуре, особенно с начала 80-х годов, какие-то ток-шоу, где все сознаются в грехах, или какие-то анонимные алкоголики, или люди, которые употребляют наркотики, или супружеские измены, все становится достоянием, как говорят, общих масс. На экранах и телевизионные суды, и все знающие комментаторы. Секреты, или как пел Высоцкий, ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по домам. Кто-то, ну, в общем, как-то в свое время, я помню, читал американского юмориста, его, по-моему, фамилия была Тамос. Так вот, он писал, что в Вашингтоне слухи распространяются со скоростью больше, чем скорость света. Какие же секреты все же бывают? Бывают личные секреты. Чего только не скрывают люди о себе, о своих привычках, своих похождениях, своих убеждениях. Конечно, многое скрывается за улыбкой, за внешностью, или, как говорит английская пословица, «Мой дом, моя крепость», и лучше в этот дом нос не всовывать. Бывают и романтические секреты. О них каждый знает из воспоминаний юности. Лучше всех о них рассказывают поэты или писатели. Бывают секреты, спрятанные в слухах, или тех, о которых рассказывает нам желтая пресса. Они знают все, кто с кем спит, кто с кем сходится, а кто и расходится. Бывают и торговые секреты. Ну, о них лучше не углубляться. В первую очередь, за недостатком достоверной информации. А во-вторых, что у нас нет просто мандата быть членом торговой делегации. Например, на торговых переговорах США с Китаем, которые сейчас ведутся в Пекине. Бывают и секретные формулы. Их миллионы. Их миллионы – маленькая тележка. Формулы косметики, формулы кухни, формулы Кока-Колы. Ну, и, конечно, секреты, как стать богатым, или секреты вечной молодости. Бывают атомные, военные секреты. Но о них лучше не говорить, а то гляди, что скажешь что-нибудь такое, и влипнешь в неприятности. Так что мы их пропустим. Бывают государственные секреты. Любые секреты Советского Союза. Все было засекречено. Ни катастрофы, ни урожаи. Уголовная какая-то хроника. Ну, в общем, какое-то не государство, а государство, где ничего плохого не происходит. Но рухнул Советский Союз, и весь огромный секрет коммунизма, как король в сказке Андерсона, вдруг оказался голым. Бывают секреты мистики. Здесь без пол-литра, конечно, не разберешься. Все эти секреты необъяснимые, секреты неопознанных летающих объектов, секреты пирамид, священных свитков, секреты календаря май или внеземных пришельцев. Интересная, волнующая тема. Ну, конечно, при случае мы обязательно с вами поговорим о этих неизведанных секретах. Ну, и появилось много новых секретов, особенно в современной России. Ну, а куда пропало золото Коммунистической партии Советского Союза? Как расслащили все национальные богатства страны? В какие банки вывезли и разместили? Один триллион долларов за последние 30 лет. Я, честно говоря, не говорился. Один триллион долларов – это то, что говорят русские, всевозможные официальные даже сайты. Вот таков массовый вывоз денег за границу. Ну, точные цифры, которые могу вам назвать абсолютно точные. За 1917 год было вывезено из России 70 миллиардов долларов. В прошлом году немножко меньше, там, по-моему, 64. А в этом за первое полугодие порядка 30 миллиардов. Ну, вот вдумайтесь в эти цифры. Куда они вывезены? В какие банки они находятся? Кто их вывез? Это, конечно, современные русские секреты. Или возьмите последние секреты русской полиции и Федеральной службы безопасности. Откуда, например, взял вот полковник Дмитрий Захарченко 42 миллиарда рублей в разной валюте. Там были и доллары, и евро, которые нашли на квартире у его сестры. Когда взяли, взвесили эти деньги, вообще трудно себе представить, но эти деньги, которые хранились на квартире, весили полторы тонны. Сумма, конечно, немало, ведь 42 миллиарда долларов, это где-то на квартире у собственной сестрички какой-то скромный полковник. Кстати, он в пятницу закончился суд. Он получил свои 12 лет. Но что интересно, срок-то он получил, но ни одного слова, откуда взялись эти деньги. Кто ему дал, почему и как можно хранить такую сумму на квартире. Он сказал, я не знаю, это деньги не мои, и на этом все. И, кстати, в приговоре суда, который там мелочи ему приписывают, и всякие какие-то взятки брал по мелочам. А ни одного слова о 42 миллиардах рублей, которые изъяла русская полиция, или тот, кто принимал участие в обыске этой квартиры. Ни одного слова в приговоре суда не сказано. Вот вам и секрет. Так что, а вот совсем недавно, еще арестованно, два полковника Федеральной службы безопасности, и у каждого миллиарда. Правда, но эти миллиарды уже не весят, как у полковника Захарченко, полторы тонны, у них скромнее. Это вес на каждой квартире этих денег по 200 килограмм. Ну, остальное можете вычислять сами. Тоже интересный секрет. Вот. Так что, ну, а ведь за всеми этими секретами стоят большие цифры. Ну, вот совсем недавно, вот после этого случая, когда полиция отбросила этому русскому журналисту, который вел расследование связи московской полиции с похоронным бизнесом, ну, вы знаете этот случай, который впервые в России 4,5 тысячи журналистов подписало письмо протеста, что это незаконно, сразу, конечно, тут немножко первый раз зашевелились, и в течение недели его освободили. А наркотики ему подбросила московская полиция. Ну, двух каких-то больших там генералов из московской полиции сняли, а вот по мелочам пока неизвестно, кто подбросил, зачем подбросили. Так что, вот вам и очередные секреты. А секретов, наверное, это так много, потому что в русской полиции сейчас работает 820 тысяч полицейских. Ну, и для сравнения, в Америке, где население в 2,5 раза больше, только 600 тысяч полицейских. А ведь добавьте к этим ребятам, которые работают в полиции России, добавьте еще 400 тысяч человек в национальной гвардии. А вообще это что за подразделение? Что оно делает? Неужели 400 тысяч человек здоровых молодых ребят держат для того, чтобы иногда разогнать какую-то маленькую демонстрацию, состоящую из парус пенсионеров? 400 тысяч национальной гвардии с дубинками держат, чтобы разогнать демонстрацию, которая бывает не каждый день, а может, и не каждый год. А добавьте 300 тысяч сотрудников службы исполнительных наказаний. И 1 миллион 200 тысяч молодых ребят сегодня работают охранниками в России. Ну, в общем, цифры, конечно, большие. Еще есть еще и Министерство чрезвычайных ситуаций, есть еще службы миграции, следователи, прокуратуры. Получается приличная цифра. Совсем недавно я посмотрел, там общие есть таблицы, итоги. Короче, в так называемых силовых структурах России работает более 3,5 миллиона человек. Это больше, больше, чем всех сотрудников, которые работают в здравоохранении. Ну, разве это не секрет? Ну, я вам скажу наоборот. В Америке на 12 человек, работающих в здравоохранении, только один человек работает в силовых органах. Вот вам, конечно, и контрасты. И это секреты. В общем, тайн, конечно, много. Так что вот этот случай с Иваном Голуновым, который освободили так быстро, ну, во-первых, он не единичный, потому что когда его освободили, сразу привели все русские журналы, газеты, телевидение, привело цифру, что сегодня в России по делам наркотиков сидит более 100 тысяч человек. Ну, вот представьте себе, причем там очень многие люди, совершенно не имеющие отношения к сбыту наркотиков, так называемые бизнесмены. Была у человека какая-то процветающая мебельная фабрика, подбросили ему наркотики, посадили по статье за сбытое распространение наркотиков, а фабрику себе забрали. Ну, вот такие дела. Секретов очень много. Ну, не нам их решать, мы, как говорят, от этого далеко. А я вот сегодня хотел бы поговорить не столько о секретах России, сколько вот о секретных обществах. Нелегко дать определение? Во-первых, множество вариаций. То, что для одного секретно, для другого нет. Не все секретные сообщества являются полностью секретными. Ну, например, возьмите масонов. Число отдельных членов... Мы, во-первых, знаем даже фамилии каких-то людей, которые входят в эти секты. Не всех, конечно, но мы знаем. Многие масоны также не очень прячут свое учение, они стремятся, чтобы оно стало хорошо известно. Зачастую секретные сообщества, состоящие из множества элементов, которые хорошо известны в обычной жизни. Конечно, членство в таких обществах доступно далеко не каждому. Нужны рекомендации, гарантии. Многие такие общества, которые затем широко распространяют свою идеологию, в массах первоначально были какими-то закрытыми кружками, которые преследовали официальные власти. Ну, возьмите первоначальные христианские какие-то секты, или, например, первоначальные коммунистические организации. Это небольшие кружки, которые потом распространили свою идеологию и взяли власть в стране. Так что вообще любое государство всегда старалось сохранить статус-кво существующий порядок и преследовало те группы меньшинств, которые они считали хотят его изменить. Всегда все революции замышляли какие-то идеологи, осуществляли революции фанатики, а вот плодами революции всегда пользовались мерзавцы. Ну, одну такую революцию вы хорошо знаете, ее осуществила очень маленькая-очень маленькая секта большевиков. Но о ней останавливаться подробно не будем. Список секретных сообществ велик. Как я вам сказал, тут и масоны, и ордер темплеров, и суфи, и розенкратцы, и была такая секта кастратов в России, и священные войны в Испании, и культ античных мистей, и культ Черной Мадонны, и бесчисленные секты в Индии, Гималаях, Тибетах и многие другие. В английском языке есть слово. Вы его хорошо знаете. Ассасинейшн, убийство, или ассэсин, убийца, или эсэсинс, убийцы. Даже на слух вы чувствуете что-то такое чужое, что-то не английское, что-то заимственное. Верховный правитель, одной из наиболее ужасного кульца убийц, эсэсинс, умер без наследников. Оба его сына были убиты. Один во время осуществления заказного убийства, а второй во время какой-то оргии. Перед смертью, вот этот руководитель этой секты возложил руководство на двух преданных ему помощников. Один, Киа Умит, и второй, Аба Али. Киа должен был расследовать духовный и мистический аспект этого культа. Абу Али, это он возглавлял административную и военную часть этого ордера. Звали основателя этой секты Хасам бин Саба. Он умер в 1124 году в возрасте 90 лет. Оставив, вот он-то и оставил это на наследство ассессин, убийца. Но в арабском языке оно имеет другой смысл. Хранитель, гардиан, хранитель секретов. Организация, которую основал Хасан, называлась Мессией. А его преданные ученики и последователи называли себя Федофис. Именно из них и набирались тренированные убийцы, готовые всегда выполнять приказ своего учителя. Они носили белые головные уборы и красные сапоги. Их лидеры называли себя Саэдна, наш принц, или горный шейх, так как руководство этой шесть секты жило в горах. И там же у них и был этот штаб-квартира. Кроме полноправных членов секта были еще и кандидаты в Лазикс, которые готовили к убийствам. Но они еще и не прошли обряд посвящения. В секте этой убийц существовало семь уровней. И все они проходили специальный курс тренировок. Первое правило для членов секты устанавливало, что они должны знать психологию человека, чтобы подбирать новых кандидатов. Не бросайте семена в каменистую почву. Бросайте их в подготовленную. Второе правило говорило, как надо льстить, чтобы войти в доверие человека. А третье, как своими знаниями убедить кандидата, который вербуется в секту, что то учение вот этих секта-убийц является истинным. Затем кандидат принимал клятву на верность лидера, и начиналось изучение отрывков Корана, подтверждающих учение секты. Была у них специальная такая книга, в которой излагались основы учения. Многие считают, что все члены секты употребляли хашиш, который приводил их в состояние экзальтации. Второй лидер секты, Бузунг Юнит, построил в горах укрепленное сооружение. Он набирал новых рекрутов, терроризировал тех, кто хотел из этой секты выйти. Попытки персидских султанов как-то присмирить сектантов терпели неудачу. Убивали послов, убивали тех религиозных лидеров, которые сектанты захватывали в плен. В распоряжении лидеров сектантов было порядка двух тысяч человек, но они подчинялись железной дисциплине, были хорошо обучены и представляли серьезного противника для любого вражеской армии. Тем паче, что жили-то не в горах, скоро секта распространилась на территории Сирии. К этому времени крестоносцы были уже почти 30 лет на святой земле. Члены секты Ассессинс называли себя также Исмаили. В честь мистического исчезнувшего потомка Мохаммеда его еще и называли невидимым имамом. Один из правителей этой секты Хасан Второй собрал всех своих сторонников в 1163 году в своем замке Аламид и объявил, что он получил знак от Аллаха, что он и никто иной как пропавший имам и его слово с законом. Все должны были беспрекословно ему подчиняться. Было одно препятствие. Согласно доктрине Исмаилитов исчезнувший имам должен происходить и семейство Хашим прямых потомков пророка Мохаммеда. Этих потомков уважали, почитали и все знали, что Хасан Второй не из этого рода. Но сомневающие, как всегда, были казнены и его безграничная власть была установлена. Сын Хасана Мохаммед Второй правил железной рукой этой секты Исмаилитов 35 лет. Были совершены сотни всевозможного рода убийств. Он отменил, вот этот Мохаммед Второй отменил соблюдение многих исламских обрядов. Но на горизонте появилась новая звезда, герой сопротивления крестоносцев Саладин. Он был враг не только крестоносцев, но и Исмаилитов. Но культ распространился из Сирии и перекинулся в Индию, Афганистан и Памир. Саладин в течение десяти лет освободил от крестоносцев Палестину и Египет и поставил себе задачу объединить все силы ислама. Исмаилиты решили действовать. Было совершено пять попыток убить Саладина и все неудачно. Несмотря на попытки Саладина покончить с Исмаилитами, культ выжил. Руки эсэсин как они называли себя уши, глаза были везде. Наемные убийцы, члены секты часто ездили за тысячи километров от своей столицы Аламид в горах Сирии, чтобы совершать убийство. Но близился конец. Монголы продвигались, помните, во время Чингисхана и его наследников продвинулись вглубь исламского мира. Полностью разрушили и уничтожили все на своем пути. Была захвачена вся Персия, стерц лица земли Багдад, где монголы выстроили пирамиду из ста тысяч голов, убитых ими жителей города. Влияние секты в Персии почти полностью исчезло. Оставшиеся в живых прятали свою причастность к секте. Пришло время, когда султан Египта Мамлюк в 1260 году сумел одержать победу над монголами и восстановить власть ислама. Монгольское владычество в России продолжалось еще 200 лет. В Индии членов секты называли это тоже слово, вы хорошо знаете, в английском языке сакс, саг. это слово переводится как убийца, как головорез. В Индии и в Афганистане вот за этими сагами тянется большая кровавая река кровавых убийств. Но совершенно в другом конце, как говорят планеты в Европе возник христианский орден рыцарей Темплера, который совершенно, как говорят, был далек от этих эсэссин, за исключением одного. Он взял свою структуру и организацию и эта структура этого ордена Темплеров очень похожа на структуру и организацию ордена убийц Эстэссинс. В 1118 году девять рыцарей, озабоченных судьбой пилигримов на святой земле, создали рыцарский орден. В течение двухсот лет эта организация стала наиболее мощной и влиятельной во всей Европе. Намного позднее было и также прошло эти 200 лет, и она как возникла так же она была полностью уничтожена. Та же религиозная пылкость, которая сделала их могущественны, стала инструментом их падения. Ничто, кроме фанатического религиозного рвения, не смогла бы уничтожить этот орден, как и ничто, кроме этого религиозного фанатиста, не смогло бы создать его. Было ли это, как говорили и враги этого ордера, что рыцари Темплера поклонялись дьяволу, увлекались оргиями, плевали на крест в своих ритуарах. Правда ли то, что они брали за пример вот эту чудовищную секцию убийц, эссессин, который, ну, ответа толком на этот вопрос и нет, хотя про этот орден написано очень много исследований и литературы существует, но взлет и падение этого рыцарского ордера Темплардс стоит пристального изучения. Первоначальные цели этого ордера вызывали полное одобрение во всей христианской Европе, объединить в себе функции монах, монашества и рыцарства, жить смиренно и скромно, сражаться с неверными мечом и духом. Божья Матерь стала их покровительницей, и они старались жить согласно правилах святого Августина. Король Болдин II подарил им один из своих дворцов и грамоту, утверждающая статус ордена. Рыцари поклялись защищать христианскую веру и беспрекословно подчиняться великому мастеру, сражаться под его руководством. За христианскую веру, несмотря на любые лишения, на любые трудности, они клялись не отдать ни одного метра земли мусульманам, не отступать, и выбрали себе имя милищие темплы, солдаты храма, в честь того Иерусалимского храма, который построил еврейский царь Соломон. Что будет дальше, после перерыва присоединяйтесь к нашим разговорам. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Яна Йоффе «Странички истории». В этом сегменте, как всегда, Ян любезно согласился принять ваши звонки, поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200, и мы будем общаться. Ну, а пока, Ян, прошу вас. Я просто, многие, может, не знакомы ни с этим орденом, ни с этим словом. Я, может, там, многие из вас смотрели фильм Леонардо, да Винчи Котт фильм назывался. Вы помните, вот этот человек в капюшоне, вот этот убийца, он как раз из этого ордена. Ну, ладно, про тот ордер хватит, слава Богу, убийств политических и разных в этом мире предостаточно. Вот, давайте вернемся к рыцарям, к темплерам. Вначале этот ордер был очень беден, даже два рыцаря иногда делили между собой одну лошадь, а ведь со временем они стали богатейшим орденом своего времени. Вскоре после создания они получили всесторонную поддержку. Вначале щедрую помощь им оказал граф Фаук, совершив паломничество в Иерусалим, а вскоре его примеру последовали другие европейские герцоги и князья. Первые десять лет рыцари ордера жили согласно данному обету смирения и бедности, но вскоре, как пишет один автор, стали они высокомерными и наглыми хаути и инсовент. Король будуин попросил папу римского признать темплеров, и вскоре орден получил высочайшее одобрение. К нему стала присоединяться европейская аристокрация. В 1129 году мастер ордена в сопровождении нескольких тысяч рыцарей совершили паломничество на святую землю. Здесь мастер этого ордена взял себе в союзники вот эту секту, эту эссессинс, чтобы они вместе взяли, приняли участие в штурме Дамаска, который находился под контролем мусульман. У историков сразу возникает много вопросов. Почему вот этот орден убийц эссессинс заплатили темплером 3000 золотых монет? Какие услуги эти темплеры оказали этому ордеру? В дальнейшем вот эти 3000 золотых дукатов были основным обвинением против ордена. Как это так, чтобы христианский орден мог взять деньги у мусульманской секты? За что? Припомнили им и то, как они отняли богатую добычу, которую захватили другие крестоносцы и присвоили ее себе. В те времена христианство как вы помните раздиралось многочисленными сектами. Там были и гностики, и маникейцы, и всевозможные роды мистики, которые возможно оказали какое-то влияние на рыцарский орден. Да, и папский престол после смерти Адриана IV, в это время на этот папский престол претендовало два претендента, два кардинала. Один был родом из Сицилии, а второй из Франции. Темплерские рыцари вначале поддержали одного, а потом переметнулись к другому, который обещал им больше привилегий. После разгрома третьего крестового похода христиане потеряли почти все свое владение на святой земле, но в Европе ордер темплеров уже насчитывал более семи тысяч феодальных поместьй, особенно во Франции и Англии. После падения Иерусалима штаб-квартира ордера переместилась в Париж. Это здесь, в храме темплеров, французский король Филипп Справедливый нашел убежище во времена народных волнений в Париже. Он, король Франции, почти разоренный, почти нищий, был поражен богатством и роскошью темплеров. Здесь и пришла ему идея ограбить орден рыцарей под предлогом, что они исповедуют ересь. Кстати, те же идеи пришлись по душе и английскому королю Генриху Третьего. Ничего нового здесь, пожалуй, нет. Уж больно много желающих подвивиться чужим богатством. Намного позднее, 400 лет спустя, французский министр финансов Жан Калберт решил пригласить себе в гости в замок французского короля Людовика XIV. Тот, увидев баснословную роскошь своего министра, который живет намного лучше, чем он король, сразу понял, откуда же источник. Источник, конечно, один, королевская казна. Король приказал арестовать министра финансов, конфисковать все его богатство и передать в королевское, передать королю. Так что бедняга Калберт привел остаток своей жизни в Бастилии. Чего так углубляться в далекое прошлое? Посмотрите, пройдите сейчас и посмотрите дворцы современных русских больших чиновников, включая премьер-министра. На ум придет пословица «Трудом праведным не наживешь палат каменных». Разве можно на зарплаты министров и чиновников построить все такие роскошные замки? Иногда показывают вот эти поместья или эти дворцы, там, где живут эти новые русские, это поражается. Мне кажется, что Версальский дворец начинает как-то блехнуть по сравнению с этими наворишами новыми русскими. Ну, естественно, когда ты переводишь в заграничные банки один триллион долларов, я думаю, немножко денег хватает, чтобы построить себе и дворец под Москвой. Вернемся к падению рыцарей Темплера. В 14 столетии орден владел землями, богатствами, пользовался уважениями покорительством князей и королей. Для власти и могущества, их власть и могущество было легендарным. Вот что писал современник. Они владели церквями, храмами, фермами, деревнями, мельницами, пастбищами, озерами, реками, устраивали ежегодные ярмарки. Ежегодно доход ордера составлял 6 миллионов стерлингс. Это огромная сумма по тем временам. Орден состоял из нескольких классов. Рыцари, монахи, рядовые служители. Кандидат в члены ордена должен был доказать свое рыцарское происхождение и что он был рожден в законном браке. И быть, значит, и надо было какой-то был даже кандидатский штат, по-моему, до двух лет перед тем, как принимали полные члены. Все кандидаты, принятые в орден, посвящались в рыцаре на секретной церемонии. Рыцари ордена имели более легкие доспехи, чем крестоносцы, щит и меч копье. Каждому выделялось три лошади и слуга. У короля, решившего забрать себе все богатства ордена, созрел план. Когда верховный мастер ордена темплеров Демалей прибыл в Париж в апреле 1307 года, король нашел лжесвидетеля, бывшего члена этого ордена, который согласился под клятвой свидетельствовать против ордена. Был создан специальный суд, выдвинувший 10 обвинений. Глава ордена имеет секретное соглашение с мусульманами, с арацинами, является еретиком, значит, и они вот от членов ордена приют на Божий крест и свет затайствуют против Христа. Ну и так далее. В общем, все виды преступлений, которые есть, включая передачу мусульманам Святой Земле. Значит, показания давал не только один отступник, давали и другие многочисленные враги этого ордена. Тем временем французский король Филипп разослал всем губернаторам сверхсекретное письмо, которое следовало вскрыть 12 сентября 1307 года. В письме приказывалось немедленно захватить все храмы темплеров и все их имущество. Все члены ордена подлежали аресту и пыткам. С них добивались признания во всех смертных грехах, которые они никогда и не делали. В случае признания отпускали на свободу, но с конфискацией всего имущества. Особенно жестоко пытали в Париже верховного мастера и его приближенных. Они признали свою вину, как сказано в приговоре, за 40 лет все признали. Из 140 арестованных верхушки ордена 36 умерло под пытками. Количество арестованных в Париже темплеров возросло до 900 человек. От имени Папа Римского был зачитан вердикт, в котором их обвиняли в отрицании Бога Христа и Святой Девы Марии. Им перечислили все мыслимые и немыслимые грехи. Приговор был уже ясен заранее. Многих сожгли на костре. 22 марта 1313 года был опубликован специальный папский указ о запрещении ордена темплеров. Главный мастер ордена Демаре и его помощник граф Гай Эвренг категорически отрицали свою вину и просили короля о помиловании. Получив прошение король, приказал сжечь немедленно. Так история повторяет себе. Вспомните сталинские процессы, пытки, признания невиновных людей, расстрелы. Масштабы, правда, другие. В 14 веке речь шла о тысячах, в сталинские времена о миллионах. Даже самые стойкие натуры, которые выдерживали любые пытки под угрозой сталинских палачей, что будут уничтожены их семьи, соглашались на любые признания. Устория учит только одному. Она никогда никому и ничему не учит. Вот это я вам и хотел сегодня рассказать о секретах, о тайнах, о всевозможных организациях секретных. Их по-прежнему и немало. Ну, и у каждого есть тайны. Может быть, у кого есть, у нас, правда, время почти что не осталось. Но у кого есть какие тайны, может, поделить, и с нами по радио. Да, Ян, ну, что я могу сказать? Это тема потрясающая. Я, кстати, очень внимательно прочитал и «Да Винчи Код», и «Angels and Demons». Правда, по-английски, не по-русски, но очень внимательно прочитал. И это, конечно, если честно, потрясающие две книги, которые я советую людям почитать. Они есть и по-русски, и по-английски написаны. Так что это очень интересная тема. Ну, а вот у нас появился звонок. Давайте попробуем. У нас не так много времени, но, тем не менее. Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый день. А вы знаете, Джак Малей был казнен 13 февраля, и поэтому это и есть Фрайди Де Свертин. И когда его казнили, он сказал, что все, кто сидят за столом и смотрят, как его сжигают, они все выручены, они все умерли по оценке одного или двух лет. А денег с темплиеров так и не нашли. Да, я слышал его предсказания. Ну, вообще, вообще, так человек устроен во всех этих, вокруг этих тайных организаций, секретных. Вообще, людям свойственны, это крайне интересная тема и всегда возникает. Вот тут, я помню, он сказал такую фразу, что очень трудно сказать в отношении темплиеров, что здесь правда, что перемешано с ложью, что с фальшью. В общем, очень трудно найти ту историческую истину, которую мы могли бы вынести окончательный приговор этому ордену. Вначале же, вы помните, какие благородные цели он себе ставил рыцарский орден, плюс монашество, бороться за христианскую веру, защищать святую землю, ну, а кончили, как вы знаете, кострами, кострами, пытками. Вот такие дела человеческой истории. Уважаемый Ян, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. Ну, надеюсь, мы услышимся на следующей неделе. Ну, а до тех пор будьте нам здоровы и отдохните немножко, и подготовьте интересный рассказ, как всегда. Спасибо вам. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин